ребята всем привет читая комментарии по поводу памяти смотрю у многих бомбит пердаки рвет для любителей говнеца с алиэкспресс посвящается небольшой экскурс непрофессиональный экскурс в мир памяти я не буду углубляться в подробности как это все устроено и работает тем более как вы поняли уже из всех моих роликов я абсолютно безграмотный чувак но малюсенький опыт у меня имеется чесло и конечно у меня бомбит как некоторые пишут бомбит представляете бомбит ну ладно вернемся к памяти в далекие годы где-то в районе там девяносто восьмых двухтысячных первая моя встреча с говнопамятью состоялась и это была память фирмы микрон как я попал купив заведомо сразу неисправный модуль как вы понимаете в те времена что-то было купить или достать ну довольно таки проблематично тем более особо никто в этом вообще ничего не понимал ну дефект был в следующий как обычно синий экран расстройство и непонятно от чего это и почему но оказалось это просто вот модуль памяти фирмы микрон таким образом косячил в общем эту контору я запомнил на всю жизнь и так вернемся говнопамяти с говно алиэкспресса в недавнем ролике я выложил модуль памяти с коррозией и у пареньков начали пердаки полыхать типа это постанова это было уже залито ребятишки я это уже вот эту историю с памятью схавал лет десять назад когда только первые модули или там 15 лет назад то первые модули с китая нам казалось что это все китай рулит что вот сейчас мы все поднимемся вот оказалось просто это все просто сплошное говнецо и последний последний раз модуль памяти из китая я покупал ну наверное лет может быть 10 назад и все больше никогда ржавые модули это я видел к сожалению они меня все выброшены вот даже доноров не оставил чтобы больше следа и нюха и запаха от них не было у меня осталось всего лишь несколько свежих экспонатов которые я выбросил но достал из помоечки чтобы немножечко вам показать и рассказать еще разочек значит вот про ржавую технику с алиэкспресс если вы ну как бы не встречались с этим домом сложно как бы на эту тему с вами разговаривать вот и тем более если у вас опыт небольшой вы там купили один модуль памяти засунули в свой домашний компьютер и проблем не испытываете я вас поздравляю но у нас непрофессиональных ремонтёров в частности у меня есть другая статистика ладно вернемся к ржавой памяти в последнем ролике мелькала память с охуенным названием к лис и ри один паренёк даже написал крис ри ха хорошая шутка ну так вот значит я ее зачистил корщеткой внимание латунной корщеткой ну чтобы все разглядеть там под микроскопом посмотреть на и прочего но это все фигня я значит ее применять совершенно не собираюсь нигде оставлять не собираюсь и выброшу потому что такую свинью кому-то подкладывать совершенно просто невозможно так вот сейчас я вам покажу попытаюсь показать я специально выключил свет на правил лампу определенным образом чтобы показать некоторые моменты памяти с алиэкспресс берем непрофессиональными руками модуль памяти сейчас я линзы одену и начинаем на отблеск смотреть на память коррозию как увидите я счистил латунной щеткой вот она теперь вот такая вот как бы красиво но значит давайте все-таки вернемся значит обратите внимание на трупные пятна в районе модулей памяти то есть видите никакие вот немножечко коричневый да вот видно да переворачиваем модуль памяти и трупные пятна также мы наблюдаем на памяти с другой стороны и также вот некий такой ореол ореол мутности вокруг модули памяти видно да теперь обратим внимание на серии и номера этих модулей вот эти вот цифры до осмотрю ну и также можем смотреть на шрифт просто сравнивать вот давайте пройдемся так просто попробуем глазами найти одинаковые так 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 на этой стороне ни одного одинаковой одинакового модуля памяти или как в народе называют их банки я не обнаружил давайте посмотрим на другой стороне здесь у нас спрятано все наклеечкой ну да хрен с ней давайте вот на то что у нас видно так так ни хрена даже близко ни одного одинакого номера и кстати о по клиентским скажем так вот бывает что даже из-за такой вот памяти просто билус слетал так что его только на программаторе можно вернуть что и как там происходит непонятно памяти естественно не определяется никакой программой что это как почему тайминги шмайминги и так далее вот ну ладно с этим модулем мы пока что закончим отложим его и а самое главное с чего я начал с любимой памяти микрон в те времена далекие да и сейчас память микрон и это самое дно самое дно ну в данном случае это бы уж на и модули памяти откуда-то снято каким-то образом китайским образом проверены каким-то образом это все припаяно ну то есть вот видим там паренек феном соскребает вот с разных модулей памяти как-то их отбраковывают и как-то вот потом ляпают ну текстолит заказать это вообще плевое дело копейки у них там главное вот это вот вещи и потом вот наклеить охрененную картинку и продать ну ладно хрен с ней давайте и отложим пока вот еще из помоечки я достал вот такую замечательную память с офигенной надписью flex hd ну здесь значит по всей вероятности этот модуль бэушный бэушный какой-то модуль какой-то бэушный может быть даже брендовой памяти видно что здесь вот сохранилась какая-то некая наклеечка вот микросхемка значит паяна у нас вот bios вот вот эту я условно говорю bios вот значит эту память я тоже выбросил тут кстати тоже видно что значит память имеет какие-то вот потемнение вот например вот модуль вот это вот давайте посмотрим ну отличается очень сильно ну в общем сбраковала и потому что она косячит по каким причинам как не интересно просто выбрасываю это это не моё дальше вот еще один экспонат и это якобы samsung якобы samsung как я все-таки понимаю из индексов но похоже на samsung значит что у нас здесь здесь у нас здесь у нас как будто бы все хорошо как будто бы все хорошо но ни одного ни одного номера нет и страны нету ни одного одинакового номера так давайте посмотрим другую сторону кстати тоже вот они на отблеск отличаются потемнением орелом вокруг то есть видно что это все соляночка такая вы же любите соляночку да там подешевле на 50 рублей чем в россии так вот вот я вижу два одинаковых так значит это у нас разные опять это у нас разные это у нас разные и ну короче вот опять сборная солянка и из из говнеца какого-то вот так ну что это кстати тоже все выброшено это все клиентской это просто идет помойку потому что эти вещи как бы нормально не работают так но мы изначально-то хотели насрать на микрон да так интересный производитель с названием круцал или крушил как вы хрен пойми как компания недавно появилась такая заявила себе громко какие-то не там заводы где-то вот чуть ли ну в общем молодцы ребята значит значит по ним тоже вот брак существует даже новых модулей прям сразу из коробки это вот кстати вот тоже так скажем бракованный модуль значит здесь номера все совпадают орелов никаких нет вот значит но забраковал я ее по причине отсутствующих вот здесь вот деталей донора у меня нет и все выкинул соответственно такого типа размера заменить нечем но я о памяти переворачиваем и смотрим чистенькая красивая память номера практически все одинаковые кроме последних трех модулей ну как бы хрен с ними это тоже низкий скажем так ценовой сегмент и тоже значит вот у них как бы отбраковка по ним тоже такая вот интересно идет дальше значит это вообще нулевый модуль вот коробочка так же не вот коробочка вот нулевый модуль значит давайте где у меня почему у меня фокуса нет где фокус так о чем здесь увидим ну хотя бы вот мы увидим вот на этих модулях что здесь также стоит микрон и номера у нас ну насколько я вижу на данный момент одинаковые здесь скрывает наклеечка повторюсь модуль новые соответственно я наклеечки снимать не могу здесь у нас кстати тоже микрон дальше всеми любимый патриот когда русский человек слышит название патриот он думает что это вот прям где-то в сибири такой мохнатый русский мужик спаял здесь у нас тоже микрон и здесь у нас номера ну по крайней мере вот на этой стороне памяти совпадают давайте посмотрим что у нас здесь 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 у нас смотрите два модуля памяти не совпадают не совпадают это повторюсь новый модуль памяти так и здесь у нас также не совпадают вот вот такой вот у нас патриот на микроне нулевая память и всеми любимая контора фирмы кингстон нулевая память коробочка паспорт все дела здесь мы тоже наблюдаем модули фирмы микрон номера здесь как вы видите одинаковые так здесь мы уже ничего не видим печалька значит ну вот по этим модулям брака нет никакого вообще значит и какие модули мы или я предпочитаю я предпочитаю покупать модули обязательно только в коробках чтобы не было оторванных деталей сразу сновья только в запечатанных коробках только запечатанных коробках так ну что вам еще сказать значит по ломаемости китайские модули это вообще супер лотерея супер лотерея поломаясь по браку по браку я бы расположил так по браку значит вот эти граждане значит по браку и по популярности наверное я бы их поставил среди всех модулей как мне кажется ну наверное на первое место значит по этим модулям куму статистики у меня серьезной нет потому что ну не популярно по этим модулям памяти статистика есть сильно популярна вот эта память и у нас значит проблем с этой конторой не возникало ну то есть но может быть там один модуль в год по кингстонам вообще ноль никаких проблем никогда не возникало ну может быть один модуль в два года вот такая примерно статистика Вот, значит Про цены, про цены Обязательно надо сказать про цены Ребята, не поленитесь Сравните просто, сколько, где, чего стоит Вот, ну реально В России плюс-минус 50 рублей Я имею в виду По отношению с говнолиэкспрессом Вот всякие Килсри, плехожди, там вот эта вот шляпа Ну, давайте еще раз Я вам покажу знаменитый Модуль с ржавчиной Ну, как вы видите Я ее полирнул латунной Корщеткой, потому что больше ничего Эту хрень не брало И Когда вы заказываете Говнопамять из Китая Вы сразу вот так вот Береваете вот так вот И смотрите, как же она Выглядит Как же вот она выглядит, вот видите Пятна, трупные пятна уже сразу Новая Это как один паренек Знаменитый магазин На Алиэкспресс Колесри Ну и что, что знаменитый Ну это же хлам Вот это хлам Понимаете Сразу из коробки хлам Я в эти игрушки наигрался Давненько А если тебе паренек Случайно повезло Ну, я тебя поздравляю Но агитировать Массово граждан На покупку вот этого говна Я бы не стал Вот такой вот интересный Говноролик Получился Значит Аааа Так мы еще забыли Сказать про профили Которые зашиты Вот 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 Погодите Сейчас я вам еще расскажу Значит Когда у меня накапливается Определенное количество Отбракованных модулей Ну, соответственно Я с ними балуюсь Пытаюсь восстанавливать прошивать вот эти вот микросхемки, брать профили от других производителей. В некоторых случаях это все получалось, но это так, это баловство. Так вот, значит, почему вот эта хрень нормально не работает? Ну, как мне кажется, я повторюсь, я невеликий специалист, как некоторые товарищи пишут. Так вот, значит, вот здесь вот у нормального производителя, который, значит, предварительно, значит, каждую предварительно узнал характеристики каждого модуля и зашил вот эту микросхемку, как вот этой хрени всей работать. То есть, компьютер знает, как бы, он знает, что это кумо и знает, что вот из этой микросхемки, что вот с каждым модулем надо работать так-то, на таких-то частотах, таймингах и так далее. Соответственно, когда вы покупаете вот это вот говнецо, вот этого уже нету, потому что китаец вот сдул феном с одной планки припаял на другую, и непонятно, какой профиль сюда заковырял. Соответственно, при таком раскладе вот эта вот вся хуйня, ребята, нормально работать не будет. Понимаете? Вот просто вот топорным, простым языком, я не знаю, вот вот такой вот вам колхозан, как я, вот на с уровнем знания ноль плюс, вот вот так вот я вам это все преподнесу. Вот. Ну, ладно, я думаю, пора заканчивать с этой темой. Ждем комментариев. Давайте еще раз эту темку обмусолим, накидаем говнеца на вентилятор. Ну, короче говоря, просто побеседуем. Ну, в общем, все.